Есть в Ливинском районе один дом, который, несомненно, отличается от других построенных. Отличается тем, что возведен он без единого кирпича. Материал выбран натуральный – камень. Зимой в таком доме не холодно, а летом не жарко, говорят знатоки. Кстати, знакомьтесь, опытными мастерами этого дела выступают отец и сын Черненковы. Почти два десятилетия назад они приехали в Орловсколдость из Грузии. Тогда и решили, чем именно займутся в нашем регионе. Владимир Черненков когда-то мечтал о тихой пенсии. Я инженер-механик, основная моя профессия – инженер-механик. Я думаю, доживу до пенсии, а потом на пенсию. А тут не получается. Тут не усидишь, потому что у нас свое дело. Я хочу, чтобы наши внуки, мои внуки, у меня их четыре, четверо, чтобы это дело продолжили. Это хорошее, благородное, нужное дело. В Орловской области тоже никто не пилит. Мы одни пилим. И ведь на самом деле пилят. Среди многочисленных станков, каждый из которых выполняет свою функцию, есть машины, собранные руками главы семейства. Работают, кстати, ничуть не хуже дорогущих иностранных. Нахваливает золотые руки отца Игорь Черненков. Часть оборудования мы, конечно, делаем сами. Отец у меня инженер-механик. Вообще, в принципе, у него три высших образования. Ну и сами делаем оборудование, только, естественно, режущий инструмент приобретаем. А часть станков у нас, скажем так, нами разработана, нами собрана. Который по качеству своему не уступает импортным аналогам. Мужчины этого семейства работают с натуральным материалом. Камень добывают сами, используют ливенский известняк, доломит, травертин, песчаник. Из него вполне могут сделать все. А готовые изделия обработать и даже отполировать. Кстати, все Черненковы и сильные половины с легкостью овладели семейным делом. Производство закольцовано именно на них. Чтобы в будущем продолжить бизнес деда, Владислав, к примеру, отправился учиться в Воронеж. Вскоре молодой человек вернется с дипломом строителя. А пока во время летней практики оттачивает навыки. Изначально мне доверяли подносить, относить камень. Что-то как-то, ну просто вот приносить, относить там, убирать, вывозить мусор из цехов, вытаскивать. Потом, наверное, лет в 15 меня отец научил работать на маленьких обрезанных станках. Ну потом уже дальше сам все больше и больше. Ну и в итоге, в конце концов, в целом на всех станках я могу работать, могу заменить любого. Мне нравится помогать семейным общему делу. Черненковы получают заказы от Калининграда до Санкт-Петербурга выполнить готовы любое пожелание клиента. А он в последнее время пошел капризный. То, что можно увидеть на просторах глобальной сети, Черненковым не заказывают. Сами разрабатывают модели каминов, не без помощи дизайнера Светланы Масаловой. Отовсюду бывают и заказы, и спрашивают, и приезжают люди. То, что мы можем делать, в принципе, мы согласовываемся с заказчиком, выполняем практически все его капризы, все его прихоти, скажем так. Ну, согласовывается с дизайнерами, которые к нам обращаются. Свой дизайнер у нас есть, который предлагает наши идеи. Многие из нас привыкли, что камень идет в качестве материала для отделки. Внутренний или внешний? Ливинские же мастера умеют и статуэтки из натурального камня делать, и столики журнальные. И часы однажды даже цветную картину выполняли. Это наш первый камин. Остальные камины, конечно, уже чуть модернизированы. Все, все-все экземпляры, которые делаем, в единственном числе. Два одинаковых нет. Именно за неповторимость клиенты выбирают отца и сына Черненковых, а они, в свою очередь, готовы оправдать доверие. За любой заказ берутся с головой, словно для себя работу выполняют. Труд и мирная жизнь. Эта фраза не зря стала девизом семьи и бизнеса. Люди осознали естественность материала, то, что это намного практичнее. С экономической точки зрения тоже практичнее, потому что положил и забыл на ближайшие сто лет. Поэтому основной упор строительства сейчас. Используются естественные строительные материалы, как дерево, так и в данном случае, так и камень. А еще одно из положительных свойств такого материала – практичность в дореволюционных ливнах. Говорят историки, построек из известняка было много. Дома отличались крепостью, долговечностью. Хвала тем, кто решил возобновить строительство из камня. Кстати, с технологической стороны нет ничего сложного. В нашей работе признается руководитель производства Игорь Черненков. Но особых секретов мужчина старается не раскрывать. Бизнес-то конкурентно способный. Здесь нового ничего нет. Здесь хорошо все забытое, старое. В принципе, для того, чтобы материал вел себя нормально во всех условиях наших климатических, мы используем немножко древнюю забытую технологию. Сперва он добывается. Потом некоторое время он и зима, и лето вылеживается, скажем так, грубо говоря. После этого он идет только под распиловку. Как бы технологический процесс дедов. Природный материал, он чем благороден и, скажем так, ценен. То, что мы даже используя его в строительстве или в облицовке, мы чувствуем тепло этого материала, всей этой природы. Он свою структуру имеет, свой цвет, ну, скажем так, свою ауру даже. Поэтому, работая с камнем, душу в него вкладываешь, одним словом. Только увидев материал, можно понять, на что он лучше сгодится. Есть в коллекции выставочных экземпляров у Черненковых такие, что содержат частички микроорганизмов, живших миллионы лет назад. Такой камень назвали живым. Именно за него на одной из выставок отец и сын получили диплом. А вообще, за 19 лет работы в совместной коллекции наград заметно прибавилось. Всемирные выставки. Там и немцы, и африканцы, и Тунис, и Аргентина. Все там приезжают со своими камнями. И мы, когда выставляемся, мы на их фоне ничуть не хуже выглядим. Вот даже у нас такие камни есть, как вот живой камень, что мы говорили, показывали. Такого камня пока ни одна страна мира еще не приводила. Изделия из камня по цене не намного дороже плитки выходят. Но экономический эффект того стоит, еще раз подчеркивают ливенские мастера. Это делается, ну, скажем так, можно сказать, на всю жизнь практически. При изготовлении каминов, это, понятно, интерьер мебели, который не вынесешь, не выбросишь. При облицотке фасадов надо, чтобы человеку, когда он приходит в свой дом, чтобы душа у него радовалась, понимаете. Поэтому здесь многое зависит от дизайнера, от художника, чтобы человеку дать возможность воплотить свои идеи в жизнь. Мы помогаем этому делать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова